Сегодня в меню наливка из чернослива. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Сахар – 50 грамм. Чернослив – 150 грамм. Самогон – 700 мл. Лимон – 1,2 штуки, цедра и сок. Ему нужно хорошо настояться, раскрыть вкус. Стоит отметить, что чернослив следует выбирать без косточек. Для основы можно взять водку, но увеличить ее количество в два раза. Подготовьте необходимые ингредиенты. Сахар – самогон, чернослив – лимон. Чернослив промойте. Залейте кипятком, оставьте на 10 минут. Повторите заливку кипятком. Лимон обдайте кипятком. Снимите цедру. Возьмите литровую стеклянную тару. Переложите в нее отжатый чернослив, цедру и сок половинки лимона, столовую ложку сахара. Залейте содержимое тары самогоном. Перемешайте. Прикройте тару крышкой и уберите в темное место на 5 дней. Первые три дня встряхивайте. Через 5 дней достаньте будущую наливку. Перемешайте. Сварите сироп. В кастрюлю налейте 100 мл воды и всыпьте 4 столовые ложки сахара с горкой. Поставьте на умеренный огонь. Варите, пока сироп не станет менять цвет. Сахарный сироп охладите. Остывший сахарный сироп смешайте с будущей наливкой. Перемешайте. Закройте крышкой. Уберите в темное место на 20 дней. Первые три дня содержимое тары встряхивайте. Через указанное время напиток процедите через сито, застеленное несколькими слоями марли. Если вы хотите более прозрачный напиток, дополнительно процедите наливку через вату. Наливку не охлаждают, а подают комнатной температуры. Наливку считают одним из самых древних напитков. Приготовить ее можно как из свежих ягод и фруктов, так и из сухофруктов. Крепость напитка составляет 18-20 процентов. Обязательно должна быть выражена сладость. Приятного употребления! Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах ютуба. Нажмите пожалуйста на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео рецепты. Поставьте лайк! Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео поделиться. Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!